Дорогие друзья, здравствуйте! Я очень рад приветствовать вас в информационном блоке Славянской Церкви 27-го дня здесь в городе Сократан. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины, но сегодня объявлений будет немало, так что сайте есть поудобнее и слушайте внимательно. По Божьей милости в эту субботу проповедовать буду я, пожалуйста, молитесь за мое служение, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня в деле проповеди Евангелия. Вся эта суббота у нас будет особенной, утром у нас будет детская жертвенная программа, а вечером в 6 часов мы всех вас ждем на особенном торжественном служении, посвященном Дню Благодарения. Так что, пожалуйста, приходите сами, как я уже не раз говорил, приглашайте ваших друзей и знакомых, чтобы это был евангельский проект, а не только праздник для нас самих. Уже в воскресенье, в это воскресенье, 20 октября, мы ждем всех детей, начиная с трех лет, на осеннем детском фестивале, который будет проходить тут на территории нашей церкви. Вас ждут очень много разных развлечений, интересных заданий, сможете познакомиться с новыми друзьями, мы будем представлять клубы нашей церкви. Так что, всех-всех с нетерпением ждем. Начинается весь этот праздник в 11 часов утра. Так что, друзья, ребята, если вы смотрите это объявление, или мамы, бабушки, берите своих детей, внуков и приходите сюда на наш праздник. Также хочу напомнить о воскресенье на миссионерском проекте нашей церкви. Уже тоже не раз об этом говорил, но буду говорить, пока книги еще будут доступны в нашей библиотеке. Друзья, это особенная возможность подарить весь надежды вашим соседям, вашим друзьям, людям, у которых вы работаете. Вы знаете, мы распространяем книги «Великая борьба». Очень хотелось бы, чтобы они достигли максимального количества людей. В общем, у нас 2500 экземпляров, но уже достаточно много книг люди разобрали. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, подойдите в нашу библиотеку и возьмите комплект для себя. Напомню, что комплект книг, то есть 8 книг вместе с рекламными брошюрами, закладками, журналом о здоровье, 8 таких комплектов стоит 20 долларов. Я думаю, что это будет большим благословением для многих людей. Давайте понесем эту весь спасение, как можно большему количеству наших соседей, друзей и знакомых, чтобы им у них была надежда на вечную жизнь, в день возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Так что, пожалуйста, давайте сделаем этот миссионерский проект вместе. Также хочу напомнить, что наш руководитель миссионерского отдела Леогвиневич приглашает всех вас присоединяться к тем домашним церквям, которые у нас уже есть. А если вы хотели бы организовать домашнюю церковь у себя или готовы стать лидером одной из домашних церквей, мы тоже будем очень благодарны вам за ваше служение. Со всеми этими вопросами обращайтесь, пожалуйста, непосредственно к нему. Также в пятницу, 1 ноября, в 5 часов вечера, состоится встреча всех, у кого есть какие-либо идеи по миссионерскому служению для нашей церкви в этом городе. Мы бы хотели услышать все предложения, которые у вас созрели в вашем сознании, в вашей голове. Вместе будем обсуждать, что же на лучшем образом подходило бы для нашей территории и будем планировать реализацию этих проектов. Поэтому, пожалуйста, будем очень рады видеть вас на этой встрече. Напомню, это будет 1 ноября в 5 часов вечера. Это будет пятница. Также, как я уже об этом говорил, напоминаю, что в конце октября от нам на постоянное место жительства приезжает семья. Это папа, мой ребенок, и они просят нам подыскать им заранее жилье. Они приезжают сюда по беженству, так что у них будет и помощь, и поддержка государства. Они ищут или двухспальный апартмент, или небольшой дом, или форплекс, что угодно. То есть, если вы знаете, что что-то сдается в аренду где-то там недалеко от вас, или вы знаете, кто сдает в аренду, пожалуйста, дайте знать, и мы будем уже с этими людьми непосредственно общаться. Если что, высылайте эту информацию непосредственно мне. Мой номер телефона 916-254-8182. Несколько проектов, которые мы бы хотели реализовать на базе нашей общины, или, вернее, изменения или новшества, которые мы хотим внедрить в служении нашей с вами церкви. Слушайте внимательно. Мы бы хотели, чтобы каждую первую субботу месяца у нас был потлаг. Но потлаг вот такого характера. Все, кто что принес, мы вместе это собрали, и все, кто хочет, всех желающих, мы вместе можем пообедать. Пообщаться, попеть песни, поздавать разные вопросы, познакомиться поближе. То есть, хотелось бы, чтобы у нас было такое время для общения. Помните, каждую первую субботу месяца у нас будет общий обед, или, как это называют, потлаг. Так что, всех вас приглашаем, присоединяйтесь. Это будет очень полезно для того, чтобы мы знали лучше друг друга, и это объединяло нашу общину. Так что, дальше, начиная с первой субботы ноября, если я не ошибаюсь, это будет 2 ноября, мы открываем еще один класс субботней школы. Его называют пастерским классом обычно. Он будет здесь, в этом офисном помещении, кабинет номер 3. И это будет класс, в котором проводить занятия буду я и пастер Александр. Тут мы будем касаться не тем субботней школы, а принципов нашего вероучения. Мы часто это называем еще классом подготовки к окрещению. Но я бы хотел, чтобы он имел чуть другое назначение. Класс по изучению принципов христианской жизни. Потому что сюда мы приглашаем не только тех, кто хочет заключить завет с Господом, но и тех, кто хотел бы обновить свои знания в этих доктринах, которые являются основополагающими для нашей Церкви. Так что, помните, начиная со 2 ноября, 1 суббота ноября, мы ждем всех желающих в третьем классе здесь, в офисном помещении. Думаю, это будет очень интересно и познавательно для каждого. Следующий момент. Вы, наверное, помните, что мы с вами находимся в таком очень интересном задании от семейного отдела. Несколько суббот тому назад мы вытянули чьи-то имена и фамилию, те, кто... те семьи, которые до 60 лет, мы вытянули фамилию и имя семьи старше 60 лет, с которой мы должны поужинать или пообедать, познакомиться поближе, узнать об их жизни и так далее. Так что, друзья, помните, что времени осталось не так много. У нас буквально есть 2 недели для того, чтобы, если кто-то еще это не сделал, чтобы сделать это, встретиться с этой семьей. Это будет очень полезно, опять-таки, для каждого из нас, для того, чтобы мы могли познакомиться чуть поближе, чтобы мы могли перенять опыт у наших старших братьев и сестер, чтобы они могли поделиться тем, как они отстаивали веру, как они познавали Бога, как это было даже в вопросе быта 30, 40 или 50 лет тому назад. Так что, пожалуйста, сделайте все, чтобы та семья, которая попалась вам, она провела с вами эту незабывальную встречу. Лично я планирую встретиться с моей семьей, которую я вытащил в следующий понедельник, в 6 часов вечера мы уже договорились, я тоже предвкушаю очень интересную встречу. Так что, друзья, не забудьте об этом проекте. И помните, что уже в январе, вернее, в ноябре месяце наши следопыты будут брать у нас интервью, чтобы к концу месяца мы могли подготовить интересную программу ближе к Дню Благодарения тут в нашей стране. Так что, пожалуйста, не забывайте об этом проекте. Еще одна интересная деталь. Сегодня 16 ноября в 5 часов вечера я очень хочу встретиться тут со всеми нашими руководителями отделов. Поэтому это особенное объявление для наших руководителей отделов. 16 ноября в 5 часов вечера я бы очень хотел, чтобы мы вместе встретились, чтобы мы посмотрели на то, как работают наши отделы, какие пожелания, какие идеи, какие мысли. Я от себя обещаю чаечек и что-то к чаечку, а от вас жду вашего присутствия и новых идей для служения и развития нашей общины. Помните, 16 ноября в 5 часов вечера. 30 ноября в 5 часов вечера, это суббота, мы хотим организовать служение опытов. Если вы хотели бы принять участие в этом служении, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне. Мы обсудим те мысли, те опыты, которые вы хотели бы представить. Обговорим условия, как это будет работать, как будет организовано это служение. И с радостью дадим вам возможность поделиться этим опытом. Очень тоже хотелось бы, чтобы те, кто будет делиться опытом, еще раз засвидетельствовал о том, как Бог удивительно работает в жизни человека, который доверяет Ему. А те, кто будут слушать, чтобы они вдохновлялись этими опытами и тоже строили тесные отношения с нашим Небесным Отцом. Так что планируйте, чтобы 30 ноября вы были вместе с нами на этом служении. 14 декабря у нас будет служение, тоже 5 часов вечера, это тоже суббота, служение вопросов и ответов. Поэтому, если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ, пожалуйста, присылайте эти вопросы мне. Вы можете написать их в комментарии под этим видео. Можете отправить их непосредственно мне, смс-сообщение на мой номер телефона. Или же, подойдя ко мне в субботу или в любое другое время, обратиться с этим вопросом. Я его запишу, и мы обязательно подготовим интересный вечер вопросов и ответов на 14 декабря. 21 декабря у нас будет служение вечерей Господней, а вечером будет концертная программа. Так что я вам рассказал о всех планах до конца этого года, и буду очень рад, если вы не пропустите ни одну из этих встреч. Добро пожаловать на все служения наши общие. Хотя, наверное, это далеко не все служения, потому что тут нет еще детских мероприятий, молодежных мероприятий. Но следите, вся эта информация, она представлена или в наших бюллетнях, или же я время от времени напоминаю об этом в информационных блоках. Дальше. Есть такое интересное объявление. Одна семья ищет учителя для своего ребенка. То есть, ребенок находится на домашнем образовании, и эта семья ищет учителя. Человек, который готов выступать учителем, то есть, заниматься с этим ребенком, он должен плодить английским языком, так как преподавание будет на английском языке. Но есть еще интересный бомбус. Эта семья готова предоставить жилье человеку, который готов заниматься с их ребенком. В будущем, возможно, будет больше детей, но пока что речь идет об одном ребенке. Если вы заинтересованы в этом предложении, то, пожалуйста, обращайтесь по телефону 916-719-3354. Возможно, это предложение будет наилучшим образом подходить именно для вас. Молитвенный блок. Мы продолжаем молиться за то, чтобы окончилась война в Украине, на Ближнем Востоке. Я прошу вас молиться за те программы, ближайшие в эту субботу и воскресенье, которые будут организованы нашей общиной. А также, конечно же, прошу вас молиться за мессемерское служение нашей общины, за распространение этих книг и медиаслужений, и все разного рода служения, которые мы проводим, чтобы это достигало многих людей, помогало им познавать нашего Небесного Отца. Пожалуйста, молитесь о всех этих просьбах. И в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 19, 2 стих. Да не оставит тебе Господь без ответа в день бедствия. Имя Бога Отца нашего Иакова. Да защитит тебя. Это как слова благословения. Да будет все это в вашей жизни. Всего вам наилучшего и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok